Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире на телеканале «Универс Матри» программа «Прием-2016». И у нас сегодня в гостях заведующая отделением Высшей школы иностранных языков и перевода Сабирова Диана Рустамовна. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, первый вопрос такой. На какие направления подготовки вы планируете объявлять набор в этом году? В рамках нашего отделения Высшей школы иностранных языков и перевода ведется набор на одно направление – лингвистика. И у нас существует в рамках этого направления два профиля. Перевод и переводы ведения – английский второй иностранный язык, немецкий второй иностранный язык и новый профиль, который мы открываем в этом году – теория методика преподавания иностранных языков и культур. А бюджетные места есть для студентов? Да, конечно. Что касается программ бакалавриата, у нас 36 бюджетных мест. Что касается программ магистрских, у нас 44 бюджетных места. А программа перевода, получается, ведется только с немецкого языка? Нет. В качестве… английский язык присутствует практически во всех комбинациях языков. Кроме английского и немецкого мы изучаем французский, испанский, итальянский, японский, корейский, китайский, арабский, персидский, турецкий. И с 2016 года мы будем также осуществлять подготовку переводчиков с комбинацией английский язык и хинди. Столько всего языков. Все-таки студенты сами выбирают, какой им изучать? Да, у них есть прекрасная возможность. Мы практически всегда следуем их пожеланиям. Кроме того, и это уникальность нашего отделения, на третьем курсе студенты имеют возможность выбрать третий иностранный язык. Таким образом мы готовим специалистов, и на выходе они у нас владеют тремя иностранными языками, а даже и четырьмя, и пятью, и так далее. А какие самые востребованные языки все-таки? Наверное, это не новость, что английский все-таки считается самым востребованным языком, и это подтверждает и выбор наших студентов. Но также наши студенты имеют, поскольку возможность выбирать и другие языки, очень часто спросом пользуется испанский язык, китайский, немецкий. А стажировки студенты проходят? Да, конечно. Во-первых, мы начинаем с того, что мы готовим их к участию в грантовых программах, и стажировки наши студенты проходят в случаях, если они выигрывают грантовые программы, становятся обладателями стипендий. Например, наши студенты проходят стажировку в Кувейском госуниверситете, Каирском госуниверситете. Сейчас у нас одна студентка, выиграв грант по программе Erasmus+, находится в одном из университетов Испании. Кроме того, недавно сейчас студентка приехала, выиграв грант Министерства иностранных дел Италии, и обучалась в течение этого семестра в одном из университетов Италии. Буквально недавно пришло известие о том, что еще одна студентка выиграла грант программы ДАД немецкой академической службы обменов и уезжает на стажировку в один из вузов Германии. А вот они проходят обучение, и потом где могут работать, куда трудоустраиваются? На самом деле трудоустройство действительно для наших студентов это, наверное, не проблема, потому что прекрасное владение иностранным языком позволяет им становиться сотрудниками как совместных предприятий, компаний. Они работают в государственных учреждениях. Я не могу не сказать о том, что они работают во всех образовательных учреждениях разных уровней. У них есть, конечно, прекрасная возможность трудоустроиться и в других, допустим, в других сферах. Некоторые работают в туристических агентствах, работают в авиакомпаниях, и, конечно, нельзя не забывать о том, что они работают в переводческих компаниях, в бюро переводов и так далее. А вот сейчас для всех хочется знать, абитуриентов на прием, когда поступают, кто все-таки преподает? Носители языка больше? У нас очень хорошее сочетание и носителей языка, и наших русскоязычных преподавателей. Мы выстраиваем линейку, что на начальном этапе все-таки мы преимущество даем нашим русскоязычным преподавателям, и на старших курсах у нас уже работают носители языка. А по поводу ЕГЭ, какие предметы, кроме иностранных языков? Иностранный язык является конкурсным, профильным. Кроме того, мы сдаем русский язык, и мы сдаем общество знания. Мы, я говорю так, потому что студенты, и мы, это уже действительно мы. А то есть поступая, уже студент должен знать профильно английский язык обязательно иностранный. То есть не зная языка, поступить невозможно. Ну да, конечно, поскольку мы все-таки ориентируемся на то, что мы идем дальше, чем их подготовила средняя общая образовательная школа. У нас воздушный уровень, у нас новый уровень качественно. Поэтому студентов с нулевым языком иностранным просто не может быть. А на магистратуру дальше, то есть продолжаете? Да, у нас уже успешно функционируют две магистрские программы, причем они обе сетевые, международные. Первую магистрскую программу мы запустили в 2014 году. Она называется «Теория перевода межкультурная межрисковая коммуникация совместно с нашими партнерами Каспийской высшей школы перевода». В 2015 году мы впервые осуществили набор на также сетевую международную магистрскую программу под эгидой немецкого культурного центра имени Гёте. Она называется «Обучение иностранным языкам в поликультурном пространстве, инновационные подходы и технологии». У нас есть также здесь партнеры российские, это Северно-Арктический федеральный университет, Новосибирский госуниверситет и Омский государственный педагогический университет. Вот в таком составе мы готовим наших магистров. В 2016 году, в этом году, мы осуществляем набор на новую магистрскую программу «Теория методика преподавания иностранных языков и культур» и сравнительно сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории культуры народов. Конечно, мы на этом не останавливаемся, у нас есть очень большие планы на будущее. Мы уже знаем, какие магистрские программы мы будем запускать в 2017, 2018, 2019 и так далее годах. Но это пока останется секретом. Ну хорошо. А в чем все-таки особенность вот этих вот магистрских программ, которые новые? Магистрские программы на самом деле очень востребованы. Судя по тому, какой был конкурс при поступлении на эти магистрские программы, в прошлом году примерно 9 человек на место. Мы в рамках этих магистрских программ предлагаем также изучение двух языков. Это комбинации английский-немецкий и английский-французский. Я остановлюсь поподробнее на сетевой магистрской программе под эгидой немецкого культурного центра имени Гёте. В чем здесь особенность? На эту магистрскую программу мы набираем студентов не только прекрасно владеющих английским языком, но нам необходимы студенты, которые владеют немецким языком не ниже уровня B1, поскольку модули, которые разработаны нашими немецкими партнерами, они не позволяют студентам учиться там с нулевым уровнем. То есть предполагается, что идет продвижение вперед. И после проведения занятий по каждому модулю осуществляется партнерами нашими из других вузов. И по окончании каждого модуля нашим студентам вручается сертификат. Таким образом, за два года обучения в магистратуре студенты наши получают 4 сертификата после каждого модуля DLL. А дополнительное образование есть какое-то? Да, конечно. Успешно функционируется Центр развития компетенции «Универсум плюс», в рамках которого работают успешно несколько центров. Это Центр английского языка, Центр французского языка, Центр немецкого языка, Центр экскурса по подготовке экскурсоводов и так далее. В рамках этих центров действуют различные программы самых различных уровней на самые различные потребности наших слушателей. И поэтому студенты имеют возможность получать дополнительные компетенции языковые в рамках занятий по различным, самым разным программам. То есть независимо, где ты учишься, ты можешь прийти и получить дополнительные? Да, конечно. Программы короткосрочные, программы семестровые, программы годичные. Программы мы сейчас широко разрабатываем, и новый спектр программ. Действуют программы успешно, переводчик в сфере профессиональной коммуникации и так далее. А вот вне учебного времени они как-то тоже изучают, поддерживают язык? Может, с носителями языка как-то общаются у вас? Возможности есть? У нас есть возможность. Конечно, они, во-первых, общаются и с носителями языка. Наши преподаватели, носители языка, периодически организовывают такие встречи с носителями языка, которые учатся у нас в федеральном университете и в других университетах города Казани. Вот недавно такая прошла встреча под руководством ассистента нашей кафедры Ирии Мартинес. Замечательно это было в рамках международной конференции «Языки мира в транснациональном пространстве и измерении». Это была встреча с испаноговорящими студентами, носителями языка. Прошло просто на ура. Здорово. То есть, получается, вы приглашаете частенько гостей к себе, визиты какие-то? Да, конечно. Кроме того, наши студенты имеют возможность проводить совместную онлайн-конференцию со студентами не только российских вузов, но и зарубежных. И буквально на следующий учебный год, на 2016-2017, нам запланирована целая серия онлайн-конференций со студентами из Института современных языков и культур университета Глазго. Такая взаимная заинтересованность. Я думаю, что она даст неплохие результаты. А вот какие-то есть планы на будущее развитие? Конечно. Мы ставим целью, во-первых, расширения линейки языков. Комбинация языков, которые я перечислила, это далеко не предел. Мы знаем о востребованности языков по миру, и мы планируем в дальнейшем расширять эту линейку языков. Кроме того, мы понимаем, что наши студенты будут больше цениться на рынке труда, если они будут иметь международно признанную сертификацию. Поэтому в рамках нашей программы мы готовим наших студентов к сдаче международных экзаменов, которые они успешно сдают. Вот вы можете сейчас похвастаться, можно сказать, за последние годы. Все-таки каких успехов добились? Чем можете верить? Среди наших успехов и достижений, о которых я с огромной гордостью заявляю, это и стипендия от правительства Российской Федерации. Четыре наших студента являются обладателями стипендии фонда имени Потанина. Пять наших студентов получили стипендии российского Оксфордского фонда. Кроме того, наши студенты участвуют, ну это уже ежегодно, во всероссийском межрегиональном конкурсе переводчиков по французскому, по немецкому языку. Вот недавно состоялось награждение. Кроме того, наши студенты, четверо из них, за последние полтора года, участвовали в конкурсе по японскому языку начального уровня и также получили места. Студентка наша, изучающая турецкий язык, например, Бибарсова Нурия, получила второе место во Всероссийской Олимпиаде по турецкому языку. У нас есть очень много хороших достижений. Допустим, студент наш третьего курса, Никита Печунов, занял первое место во Всероссийской Олимпиаде по истории Первой мировой войны. Даже вот такие успехи у нас есть. Вот абитуриенты сейчас, возможно, посмотрят, дрожат там и думают, смогут ли они. Вот какими вы их видите, абитуриентов? Какими они должны быть в вашей высшей школе? Получается, какими индивидуальными, может, качествами? Когда приходят абитуриенты на дне открытых дверей, которые мы очень часто проводим в рамках нашего института, мы всегда им заявляем, заявляем также их родителям о том, каких мы хотели бы видеть студентов на первом курсе. Я им всегда говорю, вот мне нужен студент активный, мне нужен студент, который ищущий, который ищет новые пути и улучшения своих знаний, который готов к интенсивной научно-исследовательской работе, который готов включиться в активную спортивную общественную жизнь, который готов, может быть, инициировать какие-то проекты. В этом году у нас очень интересный первый курс, инициировали много проектов. Мы с удовольствием поддерживаем все начинания наших студентов. И когда мы говорим о том, что есть достижения определенные, мы всегда родители заверяем, дайте нам таких студентов, и через 4 года здесь будет город-сад. Через 4 года мы прекрасных студентов выпустим с прекрасным уровнем владения иностранными языками и с активной жизненной позицией. Это очень важно. Мы надеемся, что именно такие абитуриенты в этом году поступят нам в Казанский федеральный, в отделение Высшей школы иностранных языков и переводов. В гостях у нас была Сабирова Диана Рустамовна. Очень приятно. Спасибо. Спасибо.